Следующая наша тема это условные предложения, conditional sentence. Conditional sentence это предложение, которое мы используем для выражения причинно-следственной связи. И состоит она из двух частей. Условные предложения у нас делятся на zero conditional, first conditional, second conditional и third conditional. То есть нулевой тип условных предложений, первый тип, второй тип и третий тип условных предложений. Нулевой тип условных предложений мы используем, когда говорим о каких-то фактах, каких-то законах природы, очевидных утверждениях, правилах и так далее. Используется он if плюс present simple, запятая, вторая часть идет также present simple. Например, if you heat ice, it melts. Если ты согреешь лед, он растает. Факт, факт. Используем zero conditional. First conditional, первый тип условных предложений. Мы используем его, когда говорим о реальных условиях, которые относятся к настоящему или будущему времени. Как она образуется? При помощи if плюс present simple, запятая, will плюс глагол, то есть future simple. Например, if I study hard, I will pass this exam. Если я буду усердно учиться, я сдам этот тест. If I study present simple, I will pass this test. Future simple. Дальше, second conditional, второй тип условных предложений. Это маловероятная или воображаемая ситуация, которая относится к настоящему моменту или к будущему времени. Образуется она при помощи if плюс past simple, запятая, would плюс просто глагол. Например, if I had a million dollars, I would buy a million shoes. Если бы у меня было миллион долларов, я бы купила миллион обуви. Или же, if I were you, I would never do it. Если бы я была тобой, я бы никогда этого не сделала. Первая часть у нас была маловероятная ситуация, вторая же воображаемая ситуация. И заметьте, что при условных предложениях мы всегда будем использовать не was, а were. Третий тип условных предложений – это когда мы говорим о действии, которое произошло в прошлом. Если бы я так поступил, то было бы все по-другому и так далее. Мы часто об этом сожалеем. Как она образуется? При помощи if плюс past perfect, это had и глагол в третьей форме, или же с окончанием идти, запятая, и would have и глагол в третьей форме. Например, if I had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. Если бы мы взяли такси, мы бы не опоздали на самолет. То есть действие произошло в прошлом. Если бы мы так поступили, но мы сделали по-другому и так далее. Спасибо всем за внимание. Всем до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.